Хотел немного поговорить о бетонной контакте. Основное предназначение, он идет по бетонным стенам, чтобы потом производить дальнейшую отделку. Там гипсовые штукатурки, шпаклевки, потому что бетон имеет свойство, во-первых, он гладкий, во-вторых, впитывает сильно вся влага, то есть дополнительно такое создает поверхность, чтобы на нем материал дальше хорошо держался. Но есть у него минусов много. Минусы – это то, что он пленочный материал, нужно хорошее основание для такого материала, чтобы за ним не было каких-то таких цепучих, каких-то моментов таких, что разрушается, то есть должно быть прочное основание. В данном случае бетон как раз таким и является. И обязательно хорошо загрунтовать, прежде чем наносить. Но в данном случае у нас есть такой момент, что вот краска. В частности, лет 20 назад мы первый раз столкнулись с бетонным контактом, потому что подрядчик нам привез бетонный контакт для того, чтобы мы проходили краску, чтобы производить дальнейшие работы. Можно демонтаж производить. На данном случае у нас краска держится очень хорошо. Нам приходится вот таким образом их делать на отсечки. Можно ли делать на отсечки? Но мы на всякий случай их делаем, потому что бывает мнимое такое ощущение, что вроде бы держится нормально. Когда на отсечки делаешь, вот такие места высыпаются. То есть это как дополнительная своего рода проверка. То есть проходим, отсекаем, смотрим, и потом наносим на него бетонный контакт. То есть в данном случае у бетонного контакта вторая цель. Создать такую поверхность, за которой будет держаться дальнейшая шпаклевка, плиточный клей или там штукатурка. То есть что вы будете наносить. В данном случае у нас здесь идет эконом-вариант. Соответственно, будет шпаклевочный материал. Возможно, где-то будет подравниваться. Здесь, например, перепады какие-то там может свести, придется там утраты. То есть частично где-то будет гипсовый материал. Но в основном будет шпаклевка. Вот. Поэтому можно ли наносить, как бы такое двоякое мнение, да? Начальное предназначение бетонного контакта только для бетона. То есть а можно ли по краске? То есть у нас сколько был опыта работы с бетонный контактом, когда мы наносили на краску. Вот. У нас не было, в принципе, таких нареканий, что исключением составляло то, что когда краска сама не держится. То есть обязательно вот это, если вы проверяете, краска держится хорошо. В таком случае вот такие вот насечки на всякий случай делайте, чтобы за краску, помимо краски, еще держалось за основание бетонный контакт. И в таком случае никаких проблем не будет. Вот. Но у нас были случаи, мы полностью только на одну краску наносили. Тоже держалось, все хорошо. Вот. Как бы проверено временем. Да, понятно, что это может быть не совсем правильно соображение того, что лучше все это сдемонтировать. Но когда мы сталкиваемся с бюджетным ремонтом, вопрос времени. Потому что демонтаж такого покрытия займет много времени. Соответственно, много материалов, каких-то там инструментов, да? Все это очень дорогостоящая такая вот работа. Вот. Соответственно, если мы хотим удешевить, хотим сделать бюджетный ремонт, то нужно тоже, соответственно, и работу удешевлять. Вот. В этом отношении бетонный контакт. Лучше использовать, в данном случае у нас вот церезит, чтобы была крошка мелкая. Есть крупная крошка, песок. Вот. Он, грубо говоря, как кварцевый такой вот песочек здесь. Такой мелкий. Вот. Это было бы неплохо, потому что чем ровнее поверхность, после того, как вы нанесете, наносим валиком, тем потом легче будет шпаклевать. У нас были случаи, когда мы наносили такой пескообразный бетонный контакт, такой грубый, что нам приходилось потом подравнивать. Выравнивать, подравнивать, ввиду того, что такие были сгустки песка там на стенах, оставались, когда наносишь. Особенно это, когда кисточкой или кистью наносишь, макловицы, то такие места неизбежны. То есть приходилось сначала проходить выравнивающим слоем, а потом только шпаклевать. Вот. Оказалось бы, бетон гладкий, ровный. Что здесь? Зачем здесь проходить штукатурка? Поэтому, чтобы такого не было, лучше пройти валиком. И вот такой вот, чтобы был бетонный контакт с мелкой фракцией. Такой вот, наверное, как кварцевый песок у них добавляют. То есть им очень удобно работать. То есть поверхность создается более одноровная, гладкая. Ну, имею в виду не... То есть более ровная. Так-то она шершавая. По ней потом легко шпаклевать. Вот. В принципе, все, что хотел сказать. Так что вот еще одно назначение бетонного контакта. Это краска. Да, мы используем. У нас был большой опыт уже. И плитку, и штукатурили, и шпаклевали. Вот. Но это не технология. Если вы почитаете на бетонной контакте, там нету такой графы, что наносить на краску. Там только написано наносить на бетон. Поэтому это уже больше, наверное, эксперимент. Эксперимент рабочих, в принципе, который себя зарекомендовал. Еще раз повторю. Краска должна хорошо держаться за основание. Если она сходит, то бетонный контакт, естественно, будет у вас потом сходить штукатуркой вместе с краской. То есть если у вас краска, вы попробовали ее содрать там феном, средствами, то есть у вас она хорошо держится за основание, то можете смело тогда проходить бетонный контакт и наносить дальнейшее покрытие. Штукатурка, шпаклевка, покраска, что вы там планируете. Все, что хотел сказать. Спасибо.